Приветствую, братья и сестры! Спасибо, что приветствуете! Мы с вами собрались, чтобы поклониться Господу, чтобы помолиться Ему, чтобы послушать Слово Господне, и без Него не можем делать ничего. Помолимся, чтобы Господь благословил и был с нами в этом служении. Наш Господь, сердечно благодарим Тебя за великую Твою любовь, которую Ты явил нам в Иисусе Христе, Спасителе нашем. Благодарим Тебя за ту благодать спасительную, которую Ты дал для всех человеков. И эта благодать касается и наших сердец. И мы молим Тебя, Господи, благодатью Твоей посети это собрание, чтобы каждый приходящий в Дом Божий видел эту благодать и радовался. Благослови, Господи, благослови поклониться Тебе в Духе и истине в этом служении. Открой наши сердца, чтобы мы способны были услышать Слово от Тебя. Благослови проповедующих братьев, которые возвещают Слово Твое, чтобы они способны были Твое Слово передать, Господи. Благослови церковь духом молитвы, чтобы это собрание было молитвенное, чтобы вознесся Тебе этот фимиам благоугодный пред Тобою. Услышь все нужды святых Твоих, которые будут возноситься Тебе на этом месте. Досвятится имя Твое Святое. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. 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 Это очень для многих известное место. Это беседа Иисуса Христа с Никодимом. И там тема шла о рождении. И вот такое условно написано. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся, то, что я сказал тебе, должно родиться вам свыше. Мне очень приятно вникать в эти места, которые написаны здесь, потому что Иисус Христос говорит очень важную мысль для того, чтобы нам понять, как человек может войти в Царство Небесное. Он привел пример из нашего рождения, который каждый человек имеет, пришедший на эту землю. Он сравнивает духовное рождение с рождением земным. И он использует такое слово, должно вам родиться свыше. Почему он сказал, должно родиться? Потому что только один путь в небеса, это когда человек получает рождение свыше. Если человек верит в Бога, он понимает все, он желает быть на небе, но если он не рожден свыше, он Царство больше не увидит. Я вспоминаю, хочу представить вам один интересный момент. Вот здесь в нашей стране, на дорогах, наше движение, есть такая полоса справа. И вот когда человек смотрит на эту полосу, и там такой знак, на белом фоне написано, «right line must turn right». Это означает, что правая сторона, правая линия должна повернуть направо. И вы знаете, мне очень... Эта мысль схожа с тем, что написано здесь. Иисус Христос это слово употребляет, должно вам родиться. Тот человек, который пожелал встать на путь спасения, и он желает войти в вечное царство, он должен родиться свыше. Вы знаете, эта мысль, эта часть нашей жизни, она сегодня может быть в какой-то мере упущенная. Я бы хотел сказать, что для нас сегодня должно быть очень важно, для наших родителей, для тех, кто имеет детей, никогда не успокаиваться над тем, что когда мы не видим, что наши дети родились свыше. Даже если они ходят на собрания и учатся в служении, но если они не родились свыше, мы должны переживать и думать перед Господом, почему это происходит. Апостол Павел привел еще такую сравнительную форму в своем послании, которое записано в первом послании к Коринфианам, записано в 6 главе, стих 16 и 17. Она для нас звучит не очень приятно, но апостол Павел, как и, впрочем, Христос, использует очень открыто и откровенно различные сравнения. И он такие слова говорит. «Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, двое будет одна плоть, а соединяющая с Господом есть один дух с Господом?» Апостол Павел здесь сравнивает опять рождение свыше, соединение с Духом Божьим, и почему-то он сравнивает, ну так, может быть, не очень приятно сказать, с блудницей, когда с ней кто-то совокупляется. Апостол Павел имел в виду очень серьезную мысль. И мы теперь видим, что апостол Павел говорит не о рождении на земле, а о чем-то другом. Чтобы нам понять эту мысль, я бы хотел посмотреть, как апостол Павел, продолжая эту мысль, говорит нам в Евангелии, в послании Ефесянам, он говорит в 31 стихе и 32 стих, говорит такие слова. «Потому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». И дальше он говорит «тайна эта велика», я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Он опять это делает в сравнении, как бы тот же самый смысл рождения свыше, соединения с Господом, когда человек рождается свыше, принимает крещение. Происходит эта тайна, он соединяется с Иисусом Христом, становится в его плоти. Но он опять говорит эту мысль, что соединение между мужем и женой. Теперь нам это более понятно, он, оказывается, говорит о семье. Когда человек оставит свою мать и отца, и прилепляется к жене своей, он говорит «это тайна». Происходит новая субстанция, рождается новое тело, и это наша семья. И мне бы хотелось немножко сегодня заостриться и остановиться на вот этой мысли. Что происходит в наших семьях сегодня? Каждое из этих рождений, рождение по плоти, рождение от Духа, и вот рождение новой семьи, это, в принципе, одно и то же. Есть определенный путь развития. Любое существо, которое имеет жизнь, оно должно развиваться. И мы понимаем, что на этом пути развития, когда человек стремится к совершенству, есть очень ответственная, или, может быть, опасная часть жизни, это младенчество. И Писание очень много говорит о младенчестве. Почему это очень опасно? Апостол Павел говорит в этом же послании к Ефесянам, одну главу раньше, 4 глава, он говорит о церкви, что Господь поставил там служителей разного служения. Для чего? Чтобы они созидали церковь. И для чего? И он говорит в 4 стихе такие слова. «Дабы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукапству людей, по хитрому искусству обольщения». Этот путь, вот эта часть жизни людей, Писание надавает это младенчество. Я бы сказал, что разделяется на две части. Совершенный человек, то есть взрослый, и младенец. Туда включаются все этапы жизни развития человека. Это младенец, как мы понимаем, ребенок, подросток, и, может быть, юноша или девица. Но Писание говорит, что это очень опасное состояние. Почему? Человек склонен к обольщению. Человек склонен к тому, чтобы воспринимать нереальное за действительное. В послании к евреям апостол Павел говорит причину. Почему это происходит? Почему мы должны сегодня обратить внимание на самих себя, кто растет духовно? Почему у нас, может быть, какое-то время мы остаемся младенцами? Апостол Павел говорит в послании к евреям, тоже в пятой главе, только стих тринадцатый. «Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Апостол Павел говорит как аксиому, которое не нужно доказывать. Он говорит, потому что он младенец. Мы понимаем с этих слов, что младенец, он не способен воспринимать этот мир реально, как бы более осознательно. Он не может понять, что есть зло, и что добро, и сделать какой-то выбор. И эта ответственность ложится на родителей, которые имеют детей. Это состояние, оно в жизни очень часто встречается. Когда мы представим идеальное состояние или форму жизни людей, вот представьте молодых людей, которые покаялись, родились свыше, и они какое-то время создают семью, рождается новая. Это семья. И как следствие у них появляются дети. И вот в этом состоянии, в этом положении, когда нужно и духовно возрастать, нужно свою семью устраивать, в первые годы это самое сложное время, мы понимаем, что это тоже младенецкое состояние. И теперь, когда дети рождаются, нужно и за ними следить, нужно ими управлять, потому что они тоже младенцы. И дьявол знает, что в этот период они самые уязвимые. Это самая, может быть, активная часть жизни людей, но она самая опасная. И дьявол понимает, что если в этот момент он что-то сумеет в людей внедрить, поменять их мышление, то на долгие годы будут тяжелые последствия. И мы сегодня видим в мире, когда в начале пути люди делают неправильное решение, неправильную оценку жизни, и потом происходят слезы. Дьявол знает, что если этот путь пройти быстро, то человек переходит в более защищенную форму. Апостол Павел говорит здесь же, посланник Евреям в 6 главе, только стих 14, последний стих этой главы, он говорит, «Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». И вот мы должны к этому стремиться. Разумеется, в физической жизни, когда человек родится, нужно время, и там человек не может торопиться или что-то изменить, потому что нужно время развития. Но в духовной жизни мы можем подозрить наши усилия, прилепиться к Господу, и этот путь будет очень короткий. Мы сможем войти в защиту Господа и стать вот этим состоянием совершенства. Это не то, что когда человек ни в чем не имеет нужды, он полностью уже сформированный. Это говорит о том, что он стал взрослым или, может быть, в какой-то мере способным воспринимать этот мир правильно. Он использует такое слово «навык». Это не привычка. Навык — это когда человек какое-то действие употребляет многократно, и оно доходит до автоматизма. Представьте человека, который печатает на кейборде. Есть такое понимание вслепую печатать. И мысли его где-то, может быть, читают текст, распознают, а его пальцы работают по клавиатуре, независимо от его ума. Это и есть автоматическое положение. Писание говорит навыкам, приученные к развлечению добра и зла. Вот эти чувства должны появиться у христианина, чтобы понять замыслы дьявола. И он пытается, чтобы человек не достиг этого состояния, а может быть, в какой-то момент принчить ему урон. Мы живем в такое время, когда это время особенное. И многие люди не согласны с этим пониманием. Они говорят, что во все времена было одинаково, дьявол искушал во все времена одинаковое. Но я скажу, не соглашусь с этим. Ведь последние сто лет развития экономики, развития людей произошло очень быстро, если с этим нужно согласиться. В последние двадцать лет в умножении получился прогресс в развитии технологий. И, может быть, в последние пять-шесть лет мы видим, как взрыв произошел в технологии, особенно в микротехнологии. И последствия этого мы сегодня с вами все испытываем. В наши дома вошел компьютер, интернет. И, может быть, это и хорошо, может быть, это и очень имеет свои положительные стороны. Мы не так давно посещали одну сестру пожилую, которой, может быть, уже за 80 лет. И вот мы с детьми посетили ее. Смотрим, она говорит, я вот разговаривала со своей дочкой. У нее дома стоит компьютер, что-то купил. Ей показала некоторые возможности этого механизма. И вот она говорит, общалась со своей дочкой по скайпу. Смотрю на нее, общаемся. И, вы знаете, бесплатно, сколько хочешь. Это приятно, это удобно. Кто-то, может быть, делает бизнес свой на интернете. Кто-то что-то покупает, продает. Кто-то получает какую-то информацию, а кто-то просто смотрит церковь, служение. Вы знаете, это, слава Богу, что Господь нам дает этим пользоваться. Это очень приятно и здорово. Но, вы знаете, в связи с этим, дьявол смог внедрить в наши семьи, в жизнь людей, великое зло. Я говорю сейчас об мультфильмах, об фильмах, об игре электронной, о бессмысленных переписках в сеть-сетях, об сайтах, которые развлекают, и даже грязные сайты. И нам необходимо сегодня этот вопрос разделить. Вот это вот приток этой информации, вот это развитие технологий мы должны разделить. Эта способность должна быть у нас. Вот это состояние, когда он говорит, что чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Мы должны это отделить. Я вспоминаю один случай, может быть, 20-летней давности, это в нашей семье. И вот тогда еще не было компьютеров много, только они появлялись. И вот один брат говорит, почему ты себе не возьмешь компьютер? Это же очень как бы нужная вещь. Я не понимал, нет интернета, а в чем она нужная? И он меня убедил, мы купили компьютер, поставили его. Ну а что с ним делать-то? И вот он говорит, давай сделаем игры тебе. Интересно, в общем, это новшество. И он купил какую-то приставку, провода, сам все подключил. Я сел, поиграл, думаю, ну интересно, а какие были игры? Это Марио или Тетрис, или какие-то, может быть. Это не те монстры, которые сегодня производятся. Я поиграл, сел, приятно, интересно. Все бегает, мигает, за звуком, и оставил. Ну вы знаете, когда я увидел, что мой ребенок, которым был еще дошкольный возраст, он посмотрел, что интересно, сел, мышкой побегал, и как-то получилось, что оставил. Когда мы один раз встаем утром, а он на компьютере, он играет в эту игру. Я подумал, думаю, почему так происходит? Другой раз, когда мы пошли спать, он опять на компьютер. Я говорю, почему? Я хочу поиграть. Ну поиграй. И мы, знаете, начали с женой задумываться, а что произошло? Что мы привезли в наш дом? И Господь открывает, вот в этих случаях, делать решение. Мы определили, что мы в наш дом пустили рогатого. И оно не было заметно, оно не было таким явным, каким-то злом или каким-то влиянием. Просто наш сын увлекся уже. Мы встали, молились, мы позвали своего сына и начали с ним разговаривать, беседовать и убедили его, что это делать нельзя. Потом мы все молились, он молился, и он взял своими руками, собрал эти все провода, свои эти рога и вынес из дома. И вы знаете, почему мы должны это делать? Наше определение, что есть зло, что добро, это очень важно для жизни. Потом прошли, может быть, время, были снова таки дьявола. Если дьявол где-то проиграл, он не уходит далеко. Когда Иисус Христос был искушен в пустыне, и дьявол получил потерю, и там не сказано, что он проиграл, он сказано, он оставил его до времени. Вот так дьявол делает и в жизни нашей. Если он и получил какую-то потерю, поражение, он не уходит, он не сдается просто так. Прошло время, и может быть, где-то сын играл в компьютеры, в игры у друзей, у родственников. Но вы знаете, одна интересная мысль. Он потом, когда будущий взрослый, говорит, что когда я играл, я себя чувствовал внутри осуждения. Я понимал, что я делаю неправильно, я делаю нарушения. И в конце концов, он понял, что это великое зло, которое делать нельзя. Господь вот так из-за нашего определения дает детям возможность потом в жизни определяться. Я знаю людей, которые позволяют своим детям поиграть в игру в компьютерную, как поощрение. Вот возьми, ты прибери дом или посуду, и ты полчаса поиграешь в компьютерную игру. Вы знаете, это очень печально, когда люди не понимают, что это великое зло, и что оно в конце концов увлечет вашего ребенка. Когда спросили наших детей в нашей церкви, подростковый возраст, вы играете в игры? Они сказали, да, играем. И почти все подняли руку. А потом начали убеждать, что это не опасно, что это вполне очень интересно. Апостол Павел говорит, у нас должно быть чувствование, которое умеет разделять добро от зла. Дьявол никогда не оставит вот это начинание неверное так, чтобы оно закончилось добром. Он не играет в компьютерные игры, он даже не играет в жизнь. У него есть своя стратегия, у него есть свой план. Этот план погубить наших детей, погубить семью. Ведь мы понимаем, что в семье зарождается жизнь, как физическая, так и духовная. Там мы передаем детям нашу веру. И вот дьявол имеет такую стратегию. Когда человек увлекается, так скажем, любым проявлением этого интернета, ну так скажем, возьмем для примера игру, компьютерная игра, когда он этим увлечен, первый момент ему интересно, но дьявол знает, что есть как минимум три последствия. Мы еще не знаем, что произойдет, потому что это новшество. Какие будут психологические, психические расстройства, какие болезни могут происходить, но три вещи мы знаем точно, которые влияют на человека, на ребенка. Во-первых, он становится замкнутым. Ему становится неинтересно иметь общение с родителями. Он ничем не интересуется, и он пассивный к жизни. И может быть, кто-то из нас уже может определить в своих детях, что такое происходит. Вы знаете, дьявол понимает, что если он сможет отделить ребенка от своего родителя, он с ним сделает что хочешь. Я вспомнил одну иллюстрацию, которую я видел многие годы назад, я ее использовал в проповеди, но я думаю, что, может быть, никто ее не знает. Мне бы хотелось сказать, иногда я смотрю географию планеты, это интересные фильмы, которые показывают о жизни на земле в разных ее формах. И вот я видел одну такую историю, один момент, как бы, часть фильма. Огромный океан и белый синий кит, который, это огромное животное, которое ничего не угрожает жизни. Он плывет, и под ним, под его брюхом, его детеныш. И вы знаете, есть такие животные, киты-убийцы, у них еще такое приятное название, касатка. Они симпатичны на вид, но это убийцы. И вот что они сделали, чтобы завладеть этим ребенком, потому что они не могут осилить кита самого. Они сделали такую стратегию. Один из китов начал отвлекать это кита-мать, а другой кит стал каким-то образом вклиниться между матерью и ребенком. И эта борьба продолжалась несколько часов. И в конце концов им удалось отделить этого детеныша от матери. И дальше я даже могу не говорить вам, какие были последствия. Вы сами можете представить. Вот такой примерно и стратегию имеет дьявол. Когда он отделяет наших детей от родителей, он знает, что он с ними сделает очень много. У них появляется свой интерес, свои понимания, свое понимание на моду. У них свои песни. Они даже по-своему Бога понимают. И у них служение они видят по-другому. Вы знаете, это не новшество, это не новаторство. Это как раз вот этот успех дьявола, который отделил. Сегодня в мире даже люди переживают за преемственность поколений и борются к тому, чтобы соединить молодое поколение с пожилым. Это очень важно для жизни людей. Тем более для нас, для верующих, когда мы понимаем, что мы должны быть как единая семья. Церковь от этого будет развиваться, когда молодое поколение и более пожилые наши родители, они будут вместе. второе, мы можем определить и увидеть, что у детей теряется бдительность. Они становятся не такими острыми к развитию. Их ум деградируется. Они не могут быстро ориентироваться в информации. Это тоже происходит. Но самое основное, самое главное, что дьявол добивается в этом, когда у детей появляется апатия к Богу. Им неинтересно читать Слово Божие. Им неинтересно служить Богу. Им неинтересно слушать беседы про вечность. И вот это как раз может одна из важных моментов, когда ребенок привязывается к компьютеру, что Дух Святой не может в них войти, когда они каются. Это очень серьезный момент в жизни нашей, когда ребенок каяется, а рождение свыше не происходит. Ведь покаяние от людей, а рождение свыше происходит от Бога. Но на это есть причина. Это может быть одна из причин, когда ребенок при покаянии думает о том, что эту часть я Богу не отдам, потому что она ему нравится, потому что он увлечен этой игрой. Я знаю среди верующих людей, которые играют в течение 10 часов и не встают из-за компьютера. Друзья, это увлечение. Но вы знаете, не это даже самое главное, дьявол понимает, что будет происходить в духовном мире. Я скажу вам, у нас время уходит, мне бы хотелось вкратце посмотреть, что дьявол усматривает, какую борьбу и какие изменения происходят в человеке внутри, в нем. Когда он увлечен компьютером, когда он занят этим делом, в первой стадии ему кажется, все хорошо, его все устраивает. Он может отвлечься на какое-то время и оставить на время, если родители скажут, к примеру, что пойди приготовься, что-то сделай, поехали на собрание, он спокойно оставляет. Но он оставляет эту мысль, что когда я вернусь домой, я снова приду туда, на это место и буду продолжать то, что мне очень нравится. Это первая стадия, когда человек не замечает, что он уже увлечен. И вот этот момент обычно родители пропускают, не обращая на него внимания. вторая часть или второй может быть этап, когда ребенок был увлечен, проходит время, ему-то надоедает, ему даже хочется это оставить. И когда он имеет это желание оставить, вдруг он видит, что он не может уйти от этого. Он снова-то возвращается уже не по своему желанию, а что-то его влечет. И он пугается, и он думает, а что там происходит? Один ответ, его воля, она уже попала под влияние дьявола. Желание есть, а нету силы измениться. И вот тут нужна уже помощь со стороны. Это состояние называется, когда человек увлечен, и он не может избавиться. Это зависимость. Здесь необходимо уже молиться, и не просто молиться, а молитвой отречения, потому что уже воля была порабощена дьяволом. Если в этот момент не дать помощи, и не провести меры, человек переходит на следующий этап более опасный, он становится пленником у дьявола, он попадает в темницу, и эта темница закрывается снаружи, и изнутри ее невозможно открыть. Тот, кто попал в этот плен, он сам не выйдет уже. И нужна помощь. У нас есть всего два метода или два оружия, которые нам Господь дает, чтобы помочь этим людям. Это пост и молитва. И только тогда, когда мы взываем Господу, когда мы постимся, Господь может открыть эту дверь и выпустить на свободу. В этот момент у человека появляется, вероятно, и желание самоубийствия. Он видит свою невозможность освободиться. Это состояние, и он эти мысли себе приводит. Если и здесь не сделать помощи, приходит более страшный этап жизни, когда человек в определенные условия, злые духи входят вовнутрь человека. И тогда он становится одержимый. В этот момент только пост и молитва, она может усиливаться многими людьми, можно освободить человека. И тогда, когда он мыслил о том, чтобы закончить свою жизнь, он может привести это в действие. Этот период он проходит очень быстро. И мы знаем по жизни на земле, что многие люди так и делали. И если в этот момент помочь, есть еще одна степень или уровень дьявольского воздействия, это бесноватость, когда все сферы жизни людей, они заняты бесами. У нас в Библии оставлены некоторые моменты, когда Писание показывает это состояние страшное. И вы знаете, я просто вам вот приоткрыл эту картину, этот путь, страшный путь погибели, страшный путь смерти. Но есть начало этого. И нам бы хотелось сегодня посмотреть, а где было начало? Почему вот этот путь страшный он прошел и где-то было, когда мы пропустили? Как раз в тот момент, когда мы думаем, что это безопасно. Это может быть просто человека отвлекает. Ребенок занятый, он не мешает и родители довольны. Но дьявол знает, что в этот момент он закладывает бомбу медленного действия и в какой-то момент она взрывается. Господь показывает нам, чтобы нам нужно научиться отличать добро от зла. Вот это вот навык, который должен быть во взрослом человеке, он нам сегодня очень нужен. Господь показывает нам этим. Мы сейчас будем молиться, и мне бы хотелось, когда мы встанем на колени, чтобы мы могли в присутствии Божьем, как родители, как взрослые люди, подумать, все ли я сделал для того, чтобы мой ребенок был защищен, чтобы вот это вот влияние мира, вот это вот воздействие со стороны дьявола через интернет, оно не было для него губительным. Представя пред Господом, мы можем размышлять, и если у кого-то есть желание сказать, что Господу это ваше время, пусть Господь благословит нас. Давайте мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Слава Ему за все. Участвовать в нашем апелляном служении. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Слава Ему за все. Песня «Слава Ему за все. Нас мудрости мама учила, о Божьей любви говорила, нам пела о Боге в любви песни свои. Песня «Слава Ему за все. Пойдем по всему свету Иисуса дети». Песня «Слава Ему за все. 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 Она» и «Слава Ему за все. Песня «Слава Ему за все. Песня «Слава Ему Richard» Богу Господу Христу Мама, мама Ты нас заставляла И с любовью За руку держала С нами ты всегда пойдешь к полу Господу Христу Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скины бествуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтоб видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Псалом 33, 9-15. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Наша жизнь на земле пройдет. Все исчезнет в густой темноте. Время нет, скоро свет грядет. Только чистые узрят его. Одна лишь истина на свете есть. Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет кто-то, но только не для всех. И сердцем чистые узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Человек, посмотри вокруг. Мир возле тьма объявляет все. Неужели ты хочешь мук? Он грядет, поспеши к нему. Одна лишь истина на свете есть. Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех. И сердцем чистые узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Он грядет, чтоб судить народ. Ты тогда пристанешь пред Христом, И к тебе прозвучит вопрос. Сможешь ли дать за все отчет? Одна лишь истина на свете есть. Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех. И сердцем чистые узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Одна лишь истина на свете есть. Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех. И сердцем чистые узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Навсегда. Слава Богу. Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня у меня слово к детям, но также и к взрослым. Кто в душе чувствует себя ребенком, вы, дети, подходите сюда поближе. У меня к вам тоже будет несколько вопросов. Сегодня, как вы смотрите в программках, у меня история находится в книге чисел. Это книгу эту написал Моисей, когда он вместе ходил с народом. И в этой книге чисел очень много интересных историй, которые Моисей записал, которые Бог хочет, чтобы вы знали. И одна история, она моя, находится в 13 главе чисел. 13 глава чисел. И она начинается с того, как что народ подошел к обитовиной земле. Вот видите на картинке. Народ подошел к обитованной земле. Их Бог вел по пустыне. Видите, вот этот столб из-за облака. Бог так вел свой народ по пустыне. И вот они подошли к этой земле обитованной. И в этой обитованной земле было очень много хорошего, что Бог приготовил для народа. И Бог сказал Моисею, чтобы он выбрал несколько человек. Кто помнит, сколько человек выбрал Моисей, чтобы они пошли посмотреть землю? Кто помнит? Кто хочет ответить? Ну-ка. Кое? Нет, там чуть больше было. Кто еще знает сколько? Я. Сколько? Пять лет. Нет, правильно. Тебе пять лет? Это хорошо. Сколько? Ну-ка. Сколько человек выбрал Моисей? Три. Нет, там чуть больше. Хорошо. Давай, скажи. Правильно. Моисей выбрал двенадцать человек. И он этих двенадцать человек выбрал каждого, одного из каждого колена. Там из Рубимова, из Вениаминова, из Иудина. Каждый человек был из одного колена. И Моисей им сказал, вот вы идите и посмотрите на землю. Потому что никто не знал, что там за земля. Никто там никогда не был. Никто не знал, что там, какие города, какие люди. И Моисей сказал, вот вы идите, посмотрите, посмотрите, запомните, что там есть. И придите и расскажите нам. Вот эти двенадцать человек. И они пошли и начали смотреть, какие там люди, какие города там, что там стоит, какие плоды, какая земля. Они все рассмотрели, все запомнили и пришли рассказать Моисею. Когда они вот шли обратно, они взяли несколько с собой плодов. Вот видите, какая большая виноградная лоза. Они взяли много плодов, а и такие большие, потому что земля была очень хорошая. Бог приготовил эту землю особенно для своего народа. Он хотел, чтобы народ его жил в этой благословенной земле. И когда они пришли, они начали рассказывать что-то интересное. Вот в числа 13 главе, 29 стихе написано, что они говорили, где написано, «Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укреплены, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». Они начали рассказывать, что там такие большие люди, там такие большие города, там такие большие, сильные войны, что им стало страшно. Как вы думаете, было им страшно? Да, правильно, им было страшно, потому что они, почти мало кто из них знал, как воевать. Это был народ, они жили в плену, и тут они вышли, пришли на эту новую землю. Им, конечно, было страшно, потому что они видели такие большие города, большие стены, для них это было страшно. И они вот рассказывали всем, что даже там такие, трудно будет им завоевать эту землю. Ну, вместе с 12 было двое человек, которых звали Иисус Навин и Халев. Эти двое человек начали говорить, что они смогут победить. Вот тут-то в 31 стихе написано «Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Десять из тех 12 человек, они говорили, там трудно, мы не сможем, там такие большие города, такие сильные люди, как мы сможем их одолеть? Ну, Халев вот с Иисусом Навином, они говорили, мы сможем одолеть. Как вы думаете, смогли бы они одолеть? Кто помнит, какие чудеса Бог проявлял перед тем, как они сюда пришли? Он сказал им несколько раз пройти вокруг этого города и потом закричать в последний день. Да, это после. А до того, как они подошли к земле обетованной, кто помнит, какие чудеса проявлял Бог к людям? Кто помнит? Я вам подсказку даю. Помните, что было с морем, когда они подошли? Ну-ка. Море стало стенами, и они прошли, и никто не затопился. Правильно. Было одно чудо, которое Бог сотворил с народом, что когда они подошли, бежали от Египта, что Бог раступил Красное море для них. Вот видите, как народ мог пройти. Это было одно из тех чудес, которые Бог делал для своего народа. И некоторые те люди, они забыли, что Бог у них такой сильный, что Он может такие делать чудеса. И они забыли про это, тех 10 человек, они забыли, что Бог может такие делать и поможет им. Ну, Халев и Иисус Навин, они помнили, что у них есть Бог сильный, что может им помочь. И они надеялись на Бога, и они говорили, что они могут пройти. Но вы знаете, что случилось? Народ не послушал Иисуса Навина и Халева. Они начали роптать на Бога, роптать на Моисея. Говорили, почему ты нас сюда вывел? Мы так хорошо жили в Египте. Нам не надо было никого сражаться. Потому что они думали, что они умрут. Но Бог увидел это, и Богу это не понравилось. Бог начал говорить с Моисеем и говорил ему, давай я истреблю этот народ. Он мне не послушен. И мне не нравится, что этот народ говорит. Но знаете, что Моисей сделал? Он начал говорить Богу, оставь народ. Он начал молиться и просить Бога, чтобы оставил народ живых. И Бог оставил. Но вы знаете, были последствия. Как и с грехом, что это был грех непослушания, были последствия. Народ должен быть еще ходить по пустыне 40 лет. Знаете, это как долго? 40 лет они должны были еще ходить по пустыне перед тем, как они опять пришли в обетованную землю. Вы знаете, дети, это очень интересная история. Может быть, у нее не самый хороший конец, потому что они не вошли в эту хорошую обетованную землю. Но это и для нас урок. Правильно, дети? Это урок. Бог показывает нам, что в нашей жизни мы, может быть, не должны сразаться, не должны побеждать других народов, не должны побеждать города, не должны, может быть, что-то другое такое сильное делать. Но в нашей жизни есть другие. В нашей жизни есть моменты, где нам надо надеяться на Бога. Когда может быть трудно вам, когда, кажется, выхода другого нет. Что помните, что у вас есть Отец Небесный, к которому вы можете прийти, который может вам помочь. Потому что, как девочка сказала, что когда они второй раз пришли, они победили. У них была эта сила побеждать. Когда у них было и в первый раз, когда они подошли. Они просто забывали, какой у них есть великий Бог. Я хочу, дети, вам пожелать и взрослым, чтобы вы помнили, какой у вас сильный Бог, к которому вы можете обратиться, который может вам помочь, и который знает каждую из ваших нужд. Вы даже не можете не говорить. Он все про вас знает. Знает, сколько волос у вас, знает, как вас зовут, сколько вам лет. Он все про вас знает. Я хочу вам пожелать, чтобы вы обращались к своему великому Богу. Потому что, как Он дальше и помог Бог израильскому народу, Он поможет и вам в жизни. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Он первенец. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. А первому давалось многое. Субтитры подогнали Симон. Симон. вы первенцы. и вам по праву благословение дается. И чтобы потом не плакать, как Исаву, не продавайте, аминь. субтитры подогнали Симон. 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 И в ответ слышит слова «На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно». И вот это вот имя Иисуса Христа мы встречаем в Писании. Иисайя говорит, что нарекут ему имя чудный, чудный, Бог крепкий, князь мира, отец вечности и так далее. Вот второй случай. Ерехон заперся, Иисус Навин посмотрел вокруг и видит воина, стоявшего с обнаженным мечом. Видит и говорит ему «Слушай, ты наш или неприятельский, с посторонних?» И в ответ слышит «Я вождь воинства небесного, сними обувь твою» и так далее. Кто сей вождь воинства небесного? Послание апостола Павла к евреям о 2 главе 10 стихом мы читаем. «Ибо Тот, от Которого все, и Которому все, приводящих сынов в славу Божию, вождь спасения совершил через страдания». Вот этим вождем спасения, великого спасения, который совершил Господь наш Иисус Христос. И никто иной. И дальше уже, потом в Иисуса Навина, в 5-6 главе мы читаем «И сказал Господь Иисусу Навину, соверши то и другое, ходите вокруг Ерехона каждый день по одному разу, последний день 7 раз и так далее». Вот это все, о чем мы рассуждаем и о чем еще много чего написано в Библии, что касается Иисуса Христа, через которое Бог давал благодать свою. Сегодня мы кратко порассуждаем об Иисусе Христе, как о том, который ввел свой народ в столпе огненном и в облачном. И мы прочитаем послание апостола Павла Коринфянам, первое послание, 10 глава, где апостол Павел говорит «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же и долопоклонникам, и, как написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Что получил народ Божий после выхода из Египта? Он получил все. Одним словом, как Павел, апостол пишет, что во Христе Иисусе даровано все потребное для жизни и благочестия. Они получили прежде всего свободу и духовную, и физическую. Они получили новое исчисление, ибо Бог сказал, что отныне вот этот месяц, в который вы выходите, месяц Авив, месяц Колосьев, пусть будет первым среди прочих месяцев вашей жизни, вашего года. И фактически с этого месяца они начинали свое летоисчисление. Они отсчитывали семь недель. На 50-й день было принесение первого снопа пшеничного, сноп потрясания, день Пятидесятницы так называемый. Другие праздники тоже отсчитывались от этого дня выхода их из Египта. Они получили новые одежды и новую обувь. Сорок лет ходили по пустыне, и одежда не ветшала, и обувь не ветшала. Они получили, как здесь апостол Павел говорит, ангельский хлеб, в другом месте мы читаем, духовную пищу. Они получили духовное питье. Они получили все новое. Однако дух Египта остался в них на всю жизнь, даже до смерти. И поэтому они много раз искушали Христа. Много раз грешили и против Моисея, и против Бога. Вот этот невидимый Христос, который был в столпе огненном и облачном, он был с ними. Мы на картинке представляем, вот так вот было. А в сущности это было большое облако, которое распространялось на этих почти трехмиллионный народ. Вместе со скотом, вместе со всем. И это облако покрывало их днем и служило им покровом от пустынного зноя. А ночью это облако огненное давало им тепло, потому что ночью в пустыне холодно. И Бог, или Иисус Христос их шедший, как ангел-хранитель, как тот, который оберегал их и от врагов, потому что те, которые не находились под облаком, то ли огненным, то ли облачным, как-то в сторону уходили. Эти враги, окружающие через народу, где они проходили, они догоняли и поражали тех, которые ослабел в пути и которые не находились под этим облаком, под этой защитой Божьей, под рукою водителя Иисуса Христа, который был невидим. Писание говорит, что когда поднимались они в путь, то Моисей молился и говорил, Господи, восстань, пойди с нами и расточатся все враги. И когда останавливались они где-либо, Моисей снова молился, Господи, возвратись к шатрам, к тысячам израилевым. Вот такая молитва ходатайственна была у Моисея, чтобы тот Бог, который их вел, вот это облако, окружающее их, чтобы было с ними, было покровом их, защитой и оградой, и от врагов, и от тех зверей, которые были в пустыне, где они проходили. Апостол Павел говорит, что они крестились. Крестились в Моисея, крестились в это облако и крестились в море. Крестились это они погрузились. Вначале они поверили Моисею, поверили Моисею, поверили, что Бог их послал. Видя те знамения, чудеса, которые совершал Моисей и Аарон, они поверили, что Бог их послал. И таким образом они как бы соединились, крестились, погрузились верою в Моисея. Но не всегда так было. Вот Моисей на горе с Богом беседует. Бог дает ему скрижали, откровения, говорит, как дальше вести народ, говорит те правила, которым они должны жить. И они говорят, не знаем, что случилось с Моисеем. Сделай нам Бога, который бы вел нас дальше, потому что мы не знаем, что делать дальше. Дух Египта остался в них, как я уже сказал, на всю жизнь. Погрузились они в облако. Вот это облако, окружающее сверху, на все общество, они были в нем, они крестились, они соединились, как бы со Христом, невидимым Христом. Тем Христом, о котором здесь Павел говорит, последующего камня. «Ибо пили из духовного последующего камня, камнем же был Христос». Да, не было видимо Христа. Да, имени этого еще не было. Потому что только где-то более чем за 600 лет имя Христа Даниилу было возвещено. «Однако Моисей говорил, пророка из среды братьев возведет вам Господь, как меня, его слушайте». Итак, все они погрузились и все ели пищу. Эта пища была духовная. То есть, вставая рано поутру и собирая гомером вот эту манну, они должны видеть, были Христа. В пустыне ничего нету. Ничего нету. И только утром роса, как бы роса, опускалась на землю. И те, которые хотели, собирали столько, сколько съест человеку. Ограничений не было. И здесь Павел говорит, что это была духовная пища. И когда воды не было, Бог давал им воду из камня. И они должны были видеть в этом проявление Божье. Проявление руки невидимой, которая их и хранила, и поила, и кормила, и защищала, и вела вперед. Невзирая на то, что они многократно и многообразно искушали Бога, искушали Христа. Как здесь говорит апостол Павел. Какова же причина? Почему народ, видевший многие чудеса в Египте, где Господь отделил их, сделал их особым народом для себя, и они это видели, видели в этих казнях, которые совершал Господь с Египтом, а у них это не касалось. Везде была тьма, а в земле Гесеем был свет, везде были язвы, а Господь хранил эту землю для того, чтобы показать, показать, что с ними Бог и Егова. Бог говорит, с этим именем я не являлся прежде, а теперь вот я являюсь себе, Моисей, и народу я Бог и Его. С этим именем вы идите, с этим именем вы и войдете в обитованную землю. Почему? Видя все это, народ продолжал грешить против Бога, грешить против Моисея, грешить против того облака, против той пищи, против того питья, которые Бог давал им незаслуженно. Почему не дорожили той свободой, которая дарована им? Бог вывел их, как говорит Писание, из железной печи, из дома рабства, вывел их, и они этим не дорожили. Вопрос этот не только касается евреям, которых Бог вывел из Египта. Вопрос этот касается и нас. Сегодня, и мы вкратце рассмотрим, что препятствовало им, что препятствовало им верить в то, что Господь с ними, что ангел-хранитель, что Иисус Христос, тот, который был, невидим для них и только, может быть, был виден для Моисея, о котором сказано, что он верою отказался быть сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. И дальше написано о Моисее, что он поношение Христова счел для себя большим богатством, нежели все египетские наслаждения, богатства. Вот это поношение Христова, которое Моисей нес, нес с первого дня, как пришел к своим братьям и нес до конца. И часто у него силы не хватало, часто он говорил, я не могу нести этот народ. Однако Бог давал ему силу и давал ему способность, потому что он принял на себя поношение Христова и счел для себя этим поношением великим богатством, нежели все египетское наслаждение и богатство. Павел говорит и называет некоторые причины. И эти причины заключаются в том идолопоклонстве, которые они совершали впоследствии. Бог говорил им, я Бог один, я тот, который вывел вас из Египта, да не будет у вас других богов, потому что я и Егова, я вывожу вас, я с вами сам пойду, я ангела пошлю, я хлеб вам дал, я воду вам дал. Но они впадали в идолопоклонство. Сделаем себе Бога, возвратимся в Египет. Дух Египта остался в них и поклонение египетскому богу Валфегору остался в них надолго. И вроде бы они сделали этого тельца, и вроде бы они совершили жертвы, но написано народ стал есть и пить, и встал играть. То есть они поступали так, как поступали и как привыкли они жить в Египте, плясать вокруг Валфегора, поклоняться ему и служить ему. Бог говорил, понимая, что вот эти все пляски, вот это все служение Валфегору, оно носили такой развратный характер, потому что в сущности Валфегор или Фегор сама Вал это Бог, Господин, Повелитель. Фегор это долина, плодородная долина небольшая, которая была особо родючая, потому что в нее, в эту долину стекались все воды и Ил вокруг сносил все плодородную почву в эту долину. И Валфегору поклонялись многие и египтяне, и маовитяне, и другие народности поклонялись этому божеству Валфегору. И суть поклонения заключалась именно в этом, в разврате, служа этому божеству. И позже, позже, когда они пришли уже в сетим и не удалось Валааму проклясть народ Божий, он научил, написано, научил, как поступить с народом Божьим, и он научивший Валака приглашать их к жертву, народ Божий приглашать к жертвам, тем жертвам, которые совершали маовитяне, другие народности, и таким образом они впали в идолопоклонство и естественный блуд, от которых погибло здесь апостол Павел говорит, 23 тысячи в один день. Не числа, мы читаем, что это было 24 тысячи, но это в общем. Здесь Павел говорит об том, что в один день 23 тысячи погибло, но и в другие дни те, которые вот увлеклись поклонением Валфигору, те были также истреблены. Вот эта похотливость у народа Божья проявлялась и написано, что Бог смирял их. В 8 главе книги Второзакония мы читаем, что Бог смирял их. Смирял их и голодом, и жаждую с одной целью, чтобы они увидели ведущего их, и чтобы они узнали силу этого ведущего Бога, Иисуса Христа невидимого, и чтобы они взирали вперед, смотрели на этот последующий камень, о котором говорит апостол Павел. И не только это. Искушая Христа, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. И этот случай, вы помните, когда начали роптать, когда начали искушать, и Бог послал их змей. И всякий, кто верою взглянул на это медного змея, впоследствии евреи назвали его нехуштаном, оставался жив. Оставался жил. И вы помните, Христос на сей случай сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так и сыну человеческому надлежит быть вознесену на крест. Не станем искушать, как они искушали и погибли от змей. И четвертое, на что апостол обращает внимание, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Ропот в народе Божьем это было то четвертое, что препятствовало им видеть руку Божию, видеть руку Иисуса Христа над собою, видеть того, через которого все было создано, ибо написано им создано все, что на земле, все, что под землею, им создано от него, и для него начальствовали власти, силы, все создано им и для него, и для славы его. Не видя это, они впали в это, впали в искушение, впадали в грех, и таким образом, никто из тех, кто вышли из Египта, видя все эти чудеса, и находясь под водительством этой руки Божьей, руки Иисуса Христа, не вошли в обетованную землю, не вошли потому, что распространяли худые слухи о земле обетованной, не вошли потому, что не верили, что эта рука, которая ввела их, которая спасала, которая кормила, поила, что эта рука не способна ввести в эту землю текущую молоком и медом. Конечно, рассуждать о евреях, о народе Божьем эта история, она прошла и мы можем и с этой или не можем, а должны и с этой историей, как говорит апостол Павел, все это происходили с ними как образы, а описаны нам в наставлении, чтобы мы проверяли себя, проверяли в своем отношении к Богу истинному, к Иисусу Христу, который живет в нас. Иисус Христос был с народом Божьим, но с момента нашего покаяния, с момента нашего искренного обращения, Христос поселяется в нас, и Он живет в нас. И посему апостол Павел, предупреждая, не будем, говорит, не будем искушать Христа. Чем же мы можем искушать? Подобно тому, как народ Божий искушал, раздражал его иными богами. Апостол Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Те идолы, которые входят в нашу жизнь, они искушают. И искушая нас, мы таким образом отпадаем от благодати Божией, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Все, что происходило с ними, нам как образы, и мы, глядя на эти образы, должны себя проверять. Проверять, как мы относимся к тому Христу, Который родился в нашем сердце, Который живет в нас, даем ли мы Ему простор, чтобы Господь творил в нашем сердце и свое хотение, и свое изволение во славу Его. Если мы даем, Господь действительно нас преображает, действительно ведет нас, действительно мы видим эту руку, и действительно видя это, мы будем благодарить Его, понимая, что по милости Его мы живы, понимая, что по милости Его мы получаем эту духовную пищу и духовное питье. Вопрос состоит в том, как мы относимся к этой пище, как мы относимся к этому питью. Некоторые, может быть, в подобии евреям говорят, опротивила нам эта негодная пища. И после этих слов, когда мы, может быть, не говорим вслух, но в мыслях наших мы действуем так, как они действуют. А они действовали так, начинали вспоминать, вспоминать, что они ели в Египте. И если мы обращаемся так к этой пище духовной и к питью, то в наших мыслях появляется то, чем мы питались в мире. И вот этот образ мира, образ духовного Египта, он восстает в нашей памяти, и рассуждая это, мы удаляемся от благодати Божьей, удаляемся от Христа. Благослови нас, Господь, чтобы мы не только рассуждали о том, как было с ними, почему они отпали от Христа, почему они погибли в Египте, почему они не вошли в обетованную землю, Господь склятвой обещал, что введу, совершу, и он это делал. И делал это не потому, что народ Божий был верный, а потому, что он изрек Слово и согласно своей верности он совершал то Слово, чтобы не прошла ни одна черта, ни одна иота из Писания. И так перед нами народ Божий, которые все были крещены или погружены в Моисея, все погружены были в облако, все ели духовную пищу, манну, все пили духовное питье, но вошли в обетованную землю два человека, Иисус Навин и Халел. Остальные все погибли по разным причинам и при разных условиях. Благослови нас взять урок из этого, чтобы и мы с вами не были, как здесь написано, похотливы на злое, чтобы не имели страсти на злое. Мы с вами созданы на добрые дела во Христе Иисусе, и этим мы должны дорожить, что Господь дает нам способность не только веровать, но дает способность совершать добрые дела в Его славу, Его силой. И если мы это делаем, мы исполняем волю Его, а Его воля есть благая, угодная и совершенная для всех нас, чтобы каждый из нас научился сохранять свой сосуд прежде всего в святости и чести, чести, как детей Божьих, потому что мы получили эту честь называться и быть детьми Божьими. И если мы живем так по Писанию, стараемся, прилагаем усилия, Господь более и более дает нам благодать, более и более вот эта рука, вот это облако ведет нас вперед, более и более дает нам видеть этого последующего камня, то есть все те благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе посредством того, что Он в нас живет, как с Ним не дарует нам и всего. То есть все потребное и для жизни, и для благочестия, или как по-украински написано, по божности, или житьи в Боге. Бог все это нам дает. При одном условии, если мы со своей стороны стараемся, стараемся быть верными, не искушать Христа, не угошать Святой Дух, который живет в нас, и жить тихо, целомудренно и праведно, ожидая блаженного упования в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, и мы будем молиться о том, чтобы Господь, который вел нас вот этой рукой, сильной рукой, мышцей пронзенную, чтобы Он довел нас до вечности и чтобы дал нам способности оказаться верными. Аминь. ПЕСНЯ 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 ... Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.